blender 283 и продолжаем продолжаем рассматривать именно прыжки пока драки потом будет паркур наверное ну пока вот общее такое давайте рассмотрим как все строится на прыжках это хорошо видно и так есть опять персонаж нужно добавить скалу давайте переключимся в object мод стройка на нам ради колесиком все это дело уменьшим н панель screen caskey вот здесь будет появляться теперь нажимаемые клавиши shift а находим меш ну давайте по примитиву этот куб добавим можно конечно было скалу добавить уже готовую именно с аддона ну пока будем на кубах работать так нормально и так делаем с побольше транспозом теперь давайте все это дело с плюс ним и растянем вот так где-то выше поднимем и чуть отведем в бок вот так вот это будет скала теперь shift а меш давайте добавим ну что можно добавить добавить добавим наверное цилиндр делаем ему английскую с подставляем где-то давайте вот сюда что-то в таком духе ну а вот это наверное так наверно цилиндр все-таки с еще уменьшим и поставим где-то на низ shift а сразу можно план добавить сделать ему с это будет уровень земли вот как будто цирк вот этот гаврик будет прыгать вот в эту в этот цилиндр которым типа находится вода потом я тут чуть-чуть его еще до шаманин так добавим какие-то цвета ну скала пусть будет я не знаю сероватая какая-нибудь темная вот так земля пускай будет пока ну песочная цилиндр немножко тоже подкрасим чтобы мало-мало видно все было ну цилиндр пусть будет синий типа вода сам персонаж красный выбираем персонажа транспоз select box можно отключить и заходим в пост мод так теперь выбираем персонажа полностью и поставим его только на нам поди g вот сюда наверх вот так чуть-чуть еще чтоб ноги было видно надеюсь мне слышно ролик нормально по звуку единица на нам поди и опять же g опускаем персонажу клешни так надо отрегулировать и сохранить уже с корректировкой вот этой так вот так и вот этому персонажу тоже понижаем тут понижаем влияние костей кстати чтобы инверс кинематик вот это меньше влияло на копий локейшн по моему копий локейшн сейчас посмотрим до копий локейшн вот этот зеленый это копий локейшн а и к это сейчас покажу вам копий трансформ предыдущих роликах все это дело есть так все опускаем немного сделать его расслабленным руки так вот в локтях сильно не висели р вот так делать g все ослабленный персонаж все нормально теперь у него будет прыжок вот с этой типа скалы вот в этот горшок продолжаем использовать блокинг и вот этот персонаж с импровизированной скалы будет прыгать в импровизированный горшок с водой ну где-то в таком духе так первый кадр вот этот который есть давайте пропишем в таймлайне пишем а и вокруг так таймлайн можно немножко пониже теперь g выводим вот сюда персонажа немножко его перекручиваем вот так так пардонте опять же перекручиваем забываю есть такое ставим пятый кадр теперь тройка на нампаде чтобы нормально переместить можно включить вот таким вот образом так теперь что нужно сделать нужно вот эту ногу как это правая нога g вот сюда поднять а эту ногу увести вот так и немножко перекрутить даже наверно вот эту ногу побольше р и корпус именно вот эту косточку поднимаем центральную позвонка так это значит тройка на нампаде делаем р вот так вот а теперь займемся руками выбираем вот эту косточку руки и через shift вот эту и g вот так и р вот так единицы на нампаде смотрим чтобы более-более-более-более-более-более-более-более-более-более-менее они одинаково были и вот эту часть перекручиваем а вот эти косточки g поднимаем и р поднимаем и коктод можно немножко 7 на нампаде по перекрутить кисти рук вот таким образом и вот так и g руку как-то назад как-то вот что-то в этом духе и вот так вот а эту ногу g прям посильнее поджимаем а эту ногу g ровнее делаем и пишем а и вокруг смотрим что получилось все кинулся вниз теперь 10 кадр пишем и будем до низу так вот сейчас вот еще промежуточный это вот первый нам нужен теперь здесь вот промежуточный кадр и конечно который уже будет внизу а потом будем промежуточные ну как между ними которых будет кадров не хватать будем опять добавлять как и в прошлых роликах так теперь g находим вот эту точку середину смотрим что да как вот эту ногу g чтоб попроще было так это значит р нажимаем и возвращаем ее вот на это место так опять же немножко р г вот так как то а руки опускаем вниз g руки пошли вниз и теперь немножко р назад приступим кисти рук вот здесь они находятся g так вот эту теперь ногу р восстанавливаем и подтягиваем к этой ноге так эту ногу теперь тоже к груди немножко эту косточку теперь перекручиваем чтобы он ровный был и эту косточку вот где грудь и ребра возвращаем назад которую мы здесь исправили ну и вот эту руку давайте тоже g назад и подправляем g вот так смотрим опять же со всех сторон где-то можно вот покрутить вот эту вот косточку ну типа он разворачивается как-то или там одна рука чуть-чуть допустим выше вот таким вот образом сейчас ctrl z и ты выбрал кость вот как-то вот так или как-то вот чуть-чуть она вперед чуть-чуть назад а одна где-то вот в этом положении ну чтобы динамика была нормально чтобы статичная была фигура так вот это все дело r немножко можно вот так боку покрутить ступня вот есть ее нужно выровнять допустим если она перекрутилась так теперь g косточку выравниваем коленную ну вот это будет 10 кадр а вот пошел он теперь нужно последний вот этот вот именно кадр чтобы он запрыгнул в этот тян выбираем его вот этого персонажа подводим сюда g и поработаем опять же с ногами выбираем ноги вытягиваем ноги вот так вот теперь тело надо увести r назад голову r немножко вперед и поработать с руками руки немножко нужно расставить в стороны как-то вот так вот и вот эти ноги g немного в коленях вот так согнуть и r как бы вот так вот пишем а и кокрот и вот у нас есть рабочих три кадра которые называются блокинг так вот так отключаем косточки первый кадр он стоит потом бросается летит и вот теперь нужно двадцатый кадр чтобы он скрылся в этом тазике g уводим его как то вот так руки можно даже наверно поднять или сгруппировать вот так вот увести вот голову развернуть немножко и пишем а и блок рот на двадцать пятом кадре этот гаврик должен полностью скрыться его не должно быть пишем а и блок рот и где-то на тридцать пятом наверное на потихоньку g так пока цилиндр можно отключить g руки должны первые вылезти когда вот так вот пишем а и блок рот возвращаем цилиндр отключаем видимость костей и смотрим что произошло поставим 35 кадров пока стройка на нампаде первый кадр и погнали смотреть вот здесь вот началась вибрация вот он уходит какого кадра сейчас посмотрим да вот этот кадр уже нужно немножко его g вот сюда увести потому что теряется вот эта дуга ровности и блок рот короче своими словами смотрим что получается так и вот здесь где он погружается кадры должны быть не пятнадцатый двадцатый а ближе g их немножко мы перетянем вот так и 35 поставим на 25 смотрим что получилось ну вот уже более-менее но не так резко он туда уходит это надо регулировать будет так и вот здесь он должен уже всплывать с 25 на 30 выбираем его g вот так вылазит вот так и руки теперь так даже нет да он где-то выпрыгивает больше и пишем а и блок рот и на 35 в этом кадре давайте он погружается до груди и руки как раз вот g опускается частично даже не частично а в воду r смотрим с ракурсов g руку сюда а эту руку g вот так сюда g и голова r и потом он должен быть руками уже болтыхать ноги уже без разницы их видно не будет получается а и блок рот смотрим отключаем кости вообще классно выныривает и вот он тут уже конечно еще волны добавить ну а теперь чтобы он мягче все это дело прыгал давайте добавим промежуточных между пятым и десятым между десятым и пятнадцатым так получается пятый это будет давайте седьмой поставим выбираем персонажа тройка на нампаде и попробуем с помощью мов даже да наверное с помощью мов опустить его более-менее не сдвигая и дугу создать вот так вот так где-то раз так вот сюда мов мов отключаем телик бокс вот эту колену теперь ближе подводим а это колено джи немножко вот так и эф чуть-чуть тоже согнутая будет только руки теперь опускаем так не пусть взял опять вот эта косточка получается джи да что такое получается джи руку опускаем как бы р вот так вот так и эту косточку тоже джи опускаем как бы р вот так вот теперь позвоночник возвращаем немножко назад здесь он уже должен перекрутиться и голова должна нагнуться вперед так вот эти руки тоже немножко перекрутить джи вот сюда увести за спину R так джи и вот эту тоже за спину он должен прям выровняться и пишем а и лок рот смотрим насколько поможет это лучший анимации его уже здесь более все прикольно ну и давайте теперь добавим так вот этот десятый и двенадцатый двенадцатый кадр чтобы было ускорение побольше выбираем персонажа жмем G и руки здесь вот на этом кадре выведем вперед R еще раз R G и вот эту руку тоже G и R и согнем это все дело наверное в локтях вот так G и вот эту косточку R перекрутим перекрутим и G поднимем вот таким вот образом здесь R вот так а эту R кисть вот так смотрим с кистями так вот эта кисть уже поломалась R перекручиваем о нормально R и локт рот смотрим что получается вот он руками тут жестикулирует нормально сгруппировался руки увел оттолкнулся и зашел в воду потом вынырнул и нужно сделать чтобы он как-то тут руками водил гружался на пол давайте добавим кадры поставим 45 и поставим 45 кадр и вот этому гаврику даже не 45 давайте 40 и руки вот эта рука уходит сюда G как бы в воде и эта рука как бы в воде G вот так уводится а это тоже вот так пишем A и флок рот а на 45 поставим что они G вот сюда G сюда и дело немножко покрутим покрутим и вокруг смотрим что получилось так вот так это все дело и вот эти два кадра 40 и 45 и Shift G можно продублировать на 50 и 55 и опять же на 60 и 65 ставим количество кадров 65 смотрим как он вот что-то там двигается потом можно еще подкорректировать нормально так смотрим так вот здесь он подтормаживает затормаживает давайте вот эти кадры 20 выберем G перенесем на 25 20 так 17 на 20 смотрим что как теперь будет дело у него идти с падением так вот здесь он опять затормаживается так это где-то вот тут он затормаживается давайте попробуем теперь 20 подвинуть ближе 25 поближе и 30 поближе а ну-ка так попробуем вот эти кадры теперь S еще сгруппировать вот уже лучше а эти кадры G перетащим вот сюда и поставим 60 кадров все теперь тут добавление шлифовка где-то ну вот можно вот на этом моменте где он затупляет здесь вот хорошо он быстро пошел потом внизу начинает медленно идти так попробуем вот эти кадры G отодвинуть это он слишком мягко заходит G приблизить поближе и вот эти тоже G поближе ну вот уже что-то все он здесь уже нормально и вот эти кадры тогда G на 20 ставим 55 кадров все теперь корректировка шлифовка можно даже добавить еще каких-то промежуточных кадров где-то ну вот здесь где он вот вот это вот мучит изменить короче направление головы добавить как будто он еще выпрыгивает или вылазит ну словом такая штукенция так что еще тут ну в принципе все вот такая анимация всем пока до свидания все как обычно в конце гулика гулика шлифовка и и Продолжение следует...